Здравствуйте, уважаемые обучающие студенты! Мы продолжаем с вами изучение дисциплины «Основы философии» и делаем это дистанционно. Итак, тема сегодняшнего занятия «Философия эпохи Возрождения». Основные вопросы, которые мы рассмотрим на сегодняшнем занятии. Три вопроса, о которых мы сегодня будем говорить. Первый – это специфические черты и периодизации философии эпохи Возрождения. Второе – это проблемы антологии и гнисиологии философии эпохи Возрождения. И третий вопрос – это проблемы человека и общества в философии Ренессанса и особенности их решений. Итак, разбираем первый пункт плана – специфические черты и периодизации эпохи Возрождения. В 15-м, вернее, к 15-му веку средние века исторически исчерпали себя. В недрах средневековья зарождались уже иные капиталистические отношения, складывались национальные государства. На смену отживающей эпохи шла новая. Эпоха глубоких социальных конфликтов, движения реформации и католическая реакция на него. Крестьянская война в Германии, Нидерландская буржуазная революция. Радикально менялись экономические, социальные и политические условия жизни людей. Эпоха Возрождения – это эпоха развития естествознания, эпоха великих географических открытий. То есть мир глобально, кардинально изменяется. Необходимо было создать уже другое мировоззрение, которое бы более удовлетворяло бы идейным запросам новой эпохи, в которой человек был бы более свободным и значительным существом. Однако такое мировоззрение существовало в античности, и вместо того, чтобы формировать новые идеи, возможно было вспомнить или возродить в духовном смысле греко-римскую древность. Этим и занялась философия, рассматриваемая эпохой, вошедшая в историю под названием как эпоха Возрождения. Философия эпохи Возрождения свойственна следующей особенности. Так, давайте поговорим о них. Первая особенность – то, что Возрождение – это не что иное, как наследие античной философии, или, как еще и называют, Ренессанс, в переводе с французского, что, в принципе, и обозначает Возрождение. Представители этой эпохи впервые предложили деление истории на древнюю, среднюю и новую. В десяток столетий, прошедших с падения античности, гуманисты презрительно называли средними веками. То есть, ни на что негодными, недостойными или вообще бессмысленным временем. С легких руки гуманистов мы до сих пор делим историю на древнюю, средневековую и новую. Хотя в термин «средние века» давно уже не вкладываем то, наполненное духом пренебрежения и отрицание смысла, который видели в этом понятии представители культурной жизни периода Возрождения. Вторая особенность – это антропоцентризм. То есть, человек, в короткий срок совершивший грандиозно научно-технический революк, увеличил свою мощь, стал менее зависеть от условий внешнего мира. Он почувствовал себя более свободным и уверенным. А потому старая христианская доктрина, по которой он вместе со всем миром, лишь всего лишь творение Бога и целиком подчиняется ему, почти не принадлежа себе. Она перестала соответствовать изменившимся историческим условиям. Человек становится не сознанием путтостороннего творца, а частичкой несотворенной, а потому уже вечной природой. Постановка человека в центр рассмотрения, взгляд на него как на телесное, разумное, деятельное существо, как само совершенное, в принципе, существо мироздания. Видение главной задачи наук и искусства в изучении человека и постижении его природы. Главная особенность рассматриваемой эпохи – это человек. Третья – это гуманизм особенностей, или по-другому человечеству. Вот если в средние века духовная жизнь характеризовалась теоцентризмом, то есть Бог в центре находился, представление о Боге как о высшей, предельно совершенной и естественной, достойной внимании реальности, то в эпоху Возрождения на место Бога ставится человек. А представители философии, искусства и науки, исповедовавших идеи антропоцентризма, их начали называть гуманистами. Перевод в латинский, ведь гуманус означает человеческий. Вот стремление к изучению человека и созданию достойных его условий жизни, уважения к достоинству и правам личности уже находится в центре внимания гуманистов. Четвертая особенность – это антитерикализм. То есть он выражается в направлении философских сочинений против официальной церкви, но не против христианства как религии, а именно против как института, церкви. Нередко утверждалось, что церковь извратила подлинное учение Иисуса Христа, поэтому необходимо возвратить идеи первоначального христианства. Следующая особенность – это секуляризация. То есть появление антропоцентризма и гуманизма знаменовало собой разрыв многовековой связи человека с Богом. Отделение их, в идейном смысле имеется в виду, друг от друга, которое и называется, будет в этот период секуляризации. Причем происходило не только отделение человеческого от божественного, светского от религиозного, но и постановка была в этот период человека на место Бога, а значит и вытеснение последнего. Вспомним, что средневековое представление о Боге как о потусторонней и вечной реальности и о мире как о творении называется теизм. Поэтому, чтобы секуляризировать Бога, потеснить Его, надо было каким-то образом видоизменить теистическую доктрину или поменять всю теорию. Шестая особенность этого периода – это пантеизм. Первым способом секуляризации становится как раз пантеизм – представление о отрождествлении природы и Бога. Весь окружающий мир и есть безличный, то есть везде и во всем находящееся божество. Важно, что в таком воззрении автоматически исключается и акт творения. Если Бог и природа – это одно и то же, значит, Он никак не мог ее сотворить и ни в коем случае не является первичным по отношению к ней. Напротив, Бог и природа в пантеизме равны друг другу. Со-вечная, а значит, природа, будучи несотворенной и не подлежащей уничтожению, наделяется свойством бесконечности. В пантеизме умаляется роль Бога, но возрастает роль природы и человека, как ее частицы. Седьмая особенность – это деизм. Итак, второй способ секуляризации – это и есть деизм, то есть представление, по которому Бог создал мир, наделил его законами и самоустранился, подобно тому, как часовой мастер собирает механизм, завел его и все, ушел в освоясье, а часы уже сами по себе идут. Вот наш мир развивается далее по своим собственным законам, без всякого божественного вмешательства. В деизме из совершенства Бога выводится полное отсутствие его влияния на человеческую жизнь. Восьмое – это вовсе атеизм. То есть это третий способ секуляризации – это атеизм. Утверждение о том, что Бога вообще нет и не может быть. Нигде и никогда. Пантеизм еще был в древности. Атеизм появился уже приблизительно в XVI веке, а вот атеизм уже относится к позднему периоду – в XVII-XVIII веках. Возрождение проходило под идейными знаменами как раз пантеизма. Тем более, что античность, которая всячески подражала в данном эпохе, всецело была как раз вот и пантеистическая. Поэтому деизм и атеизм – это идейные явления позднего времени. В период Возрождения их, скорее всего, еще не было. Но, однако, секуляризация, начавшаяся в этот период, продолжалась очень долго, и идеи процентризма были не исчерпаны за два-три столетия Возрождения. Правильнее было бы говорить, что в это время они только зародились. Если говорить о периодизации эпохи Возрождения, то мы сказали уже, что этот период охватывает с XV века по первую половину XVII века. В эволюции философии эпохи Возрождения можно выделить следующие периоды. Первый – это гуманистические или антропологические периоды, временные рамки которого относятся к XIV до середины XV веков. Здесь, как мы уже говорили, происходит интерес к человеку и его отношения с миром. Основные представители этого периода – Данта Легерия, Петрарха, Вава. Второй период – это период неоплатонический, и временные рамки его относятся к середине XV по первую треть XVI века. Здесь у нас идет уже постановка широких антологических проблем. Это представители кузанцев, мирандолов и чинов. И третий период – это период натур-философских, уже поздний период, временные рамки которого относятся ко второй половине XVI века до начала XVII века. Здесь уже поднимаются проблемы бесконечности мироздания, космоса, Вселенной, вопроса природы и божественного начала. К представителям этого периода мы уже отнесем Телезио, Коперника, Джордану Бруму, Кеплера, Галилео, Галилея. Итак, давайте же поговорим подробнее об этом периоде. Или второй пункт плана – это проблемы антологии, гносеологии, философии в эпоху Возрождения. Большой вклад в развитие диалектического понимания внес бывший ученый и кардинал Николай Кузанский, который, опираясь на Платона и неоплатонику в качестве исходного пункта своей антологии, принимает Бога как единый. Но в отличие от них он считает, что Бог не имеет противопоставлений, а охватывает все. А это значит, что Бог бесконечен или абсолютный максимум. Но бесконечности и противоположности неразличимы и фактически совпадают. Следовательно, и в Боге все различия исчезают. Абсолютный максимум совпадает с абсолютным минимумом. Так Кузанский открывает принцип совпадения противоположностей и приходит к подтверждению аксиомы античного философа Ангсагора – «все во всем». То есть Бог через «все во всем» и через «все» – «все наоборот в Боге». То есть, иными словами, абсолютный максимум включает абсолютный минимум. А он, в свою очередь, содержит абсолютный максимум. Вот если все перевести с абстрактным языком, но предметным языком, это означает, что Вселенная, как творение Бога, охватывает все вещи. А каждая вещь, получается, содержит в себе Вселенную, но в ее небольшом свернутом виде. Вот человек в таком случае есть микрокосмос, заключающий в себе потенциальный макрокосмос. То есть Вселенная, будучи обожественным творением, неотъемлемо существует и в самом Боге. Так как он бесконечный, то бесконечна и Вселенная. Значит, она не имеет центра и предела, хотя и ограничена в Боге. И вот здесь как раз к теологическому геоцентризму, который был выплыл в Средневековье, то, что Земля – это центр мира, был выплыл и нанесен первый удар. Хотя богословие это поняли не сразу. Вот Телезио из исследователей природы исключает вообще познание Бога. Бог у него – это внеприродное безличное начало, которое затем устраняется. А мир и материя начинают существовать по своим собственным законам. Не Бог, а природа является предметом философского учения. Бог у Джордана Бруно тоже в свернутом виде содержит бесконечный универсиум. А последний существует в развернутом виде. Он часто отождествляет Бога не только с природой, но и с материи, что дает возможность судить о пантеизме как о явлении материалистическом. Материя в представлении Телезио неуничтожаема, она качественно однородна. Количество изменяется, то есть полностью заполняет пространство и исключает пустоту. Вот материя – это есть не что иное, как пассивное начало. Активным движущим началом природы являются одушевленные противоположности сухого и теплого, влажного и холодного, вот смешение которых и ведет к появлению вещей. Его философия – это гелозизм, поскольку одушевленные противоположности, они внедрены в каждую природную частицу. То есть небесные тела, как и Земля, они материальны, но различаются только большим или меньшей мерой присутствия противоположных активных принципов. Тепло и холод, да, например. А источник движения, он у нас идет не из вне природы, которая происходит, а наоборот, осуществляется в самой природе. То есть присущие материи – это принципы, которые осуществляют ее движение. Джорданно Брунно выдвигает идею физической однородности всех миров, которые состоят из пяти элементов – из воды, воздуха, огня, земли и эфира. Вот эфир – это как раз и есть связующая среда между первыми четырьмя элементами – всеми планетами и вообще всеми существующими мирами. Таким образом, получается, что пустота вообще исключена. Он понимает материю как пантеистическое, то есть растворяя Бога в природе. Он рассматривает материю не как пассивное начало, а наоборот, как активное, самостоятельное и самодеятельное. В решении аристотельской проблемы первичности формы или материи, он материю считает как раз первичной. Субстанцию считал материальной, выступающей как первоматериал. Он принимал и существование духовного субстанта, то есть мировой души, которая присуща вообще всем вещам. Мировая душа – это движущий принцип конкретных вещей и всего мира, который определяет их целостность, гармонию и целесообразность. Таким образом, бессознательное творчество материи имеет своей основой деятельность мировой души, как раз способной и подменить самого Бога. Мировую душу он не отрывает от материально-телесного начала. Это единое целое, единая субстанция, которые совпадают телесное и духовное, материальное и формальное. Основной единицей бытия он считает монаду как единство. Как раз эта монада – это единство телесного и духовного. Верховная субстанция есть монада-монад, или называть ее можно Бог. Причем субстанция представляет собой источник внутреннего родства противоположностей. Она является началом души. То есть яд может быть лекарством, а лекарство может быть ядом. Он обращает внимание на несколько различных видов. Не только на их единство, но и на их борьбу. Вот диалектические и натурфилософские идеи разрабатывались и Джордану Бруно в том числе. Он выдвинул представление, например, о бесконечности космоса и множественности миров, о творческой активности природы. То есть она является источником своего собственного развития. Засолы Джордана Бруно состоят в развитии философского аспекта теории Коперника, который утверждал, что Солнце есть центр Вселенной. А Бруно доказал, что такого центра вообще нет. Любая планета может быть истолкована наблюдателем, находящимся на ней, как центр Вселенной. Лишь Солнце – относительный центр нашей планетной системы. А Вселенная не имеет границ, и число миров в ней бесконечно. Земля же обладает свойственным своим собственным движением, подобным движением других небесных тел. Солнце и звезды могут или имеют сами, и могут иметь свои сопутствующие планеты. Другие миры тоже населены обитаемыми, ибо вся природа, по мнению Бруно, одушевлена. Таким образом, в этот период произошли существенные изменения в понимании материального мира природы. Для натур философии эпохи Возрождения характерны вообще следующие особенности. Но, во-первых, если средневековая философия считала, что Бог находится вне мира, вне пространства и времени, то в целом ряде концепций эпохи Возрождения утверждалось, что Бог растворен в материальном мире, в природе и присутствует везде. Это вело к высокой оценке природы и провозглашению необходимости и важности ее познания. Учение, отрождествляющее Бога и мир, называют пантеизм. Во-вторых, природа рассматривалась теперь как живой, как целостный организм. И, в-третьих, такой организм находится в состоянии постоянного изменения развития. То есть, это элемент диалектики. Именно в этот период формируется представление множественности миров во Вселенной. Параллельно с философией природы развивается новое естествознание, которое приносит ряд эпохальных открытий, становится одним из важнейших источников новой философии. В противоположной схоластической теории ученые Ренессанса на первый план выдвигают опыт, исследование природы, экспериментальные методы исследования. Новые тенденции науки получили отражение в творчестве Леонардо да Виннича, Николая Коперника, Иоганна Кеплера и Галилео Галилея. Николай Коперник, например, разгромил гелиоцентрическую систему Толемея и создал гелиоцентрическую теорию. Немецкий астроном Иоганн Кеплер создал теорию о закономерностях движения планет, подтвердил ее математическими доказательствами. Физикный астроном Галилео Галилея делает ряд открытий, причем путем экспериментальных исследований. При помощи им сконструированного телескопа обнаруживает негладкую поверхность Луны и Солнца, что Млечный Путь является сложной системой звезд, открываются фазы Венеры и так далее. Его открытия подтвердили правильность системы Коперника. Он развивает новые методологии науки, основанные как раз на эксперименте и математике. В отличие от старого сколастического косвенного метода, а на чем заключалось то, что основа – это учение о свойствах и сущностях вещей и доказательстве иерархического неземного бытия. Он же предложил и количественные методы, то есть вычислить универсальную динамичность движения математическим и геометрическими способами, что предполагает разложить все на простейшие элементы, а затем вновь рациональным математическим способом все это реконструировать. Так вот как раз он и обосновывает механика. Диалектический характер носила и теория познания Николая Кузанского или концепция знающего незнания. Он считал, что объем человеческих знаний постоянно увеличивается, однако они содержат своего рода пустоты, или, как он называл их, элементы незнания. Осмысление и учет этого обстоятельства способствует развитию познания, позволяет избежать ложных утверждений. Человек в учении Николая Кузанского предстал как микрокосмос, позволяющий, воспроизводящий в себе черты Бога одновременно и природы. А его душа – это самовыдвижение, дающее жизнь или дающее движение телу, что осуществляется, однако лишь при условии жизненности и здоровья самого тела. Главными способностями души или ума философ считает, первое – это чувственные ощущения, обеспечивающие выливые импульсы и интенсивность. А второе – это рассудок. Именно рассудок является посредником между чувством и разумом. И третье – это разум позволяет человеку как раз познавать мир и отличает человека от животных. В учении о познании Жордана Бруно исходит из положения, что человек – это неотъемлемая часть природы. Процесс достижения истины складывается постепенно на основе деятельности чувств, рассудка, разума и ума. Роль чувственной ступени в этом – чтобы как раз вот возбудить разум. Чувства имеют, по его мнению, мутную примесь. А рассудок осмысливает чувственную информацию, но возможность проникнуть в высшие тайны природы дает разум или интеллект, как он называл, который окончательно и исправляет показания чувств. Иногда он вводит и четвертую ступень, в чем она заключается? Что ум, при помощи которого достигается познание единства мира, диалектическое совпадение противоположностей и его бесконечность. Что это главный источник достижения истины. Вот ум или разум – главный источник достижения истины. И он как раз придерживается концепции двойственной системы. Проблема научного метода познания также была разработана в его. Вот не книжные, схоластические спекуляции богословов, а опыт – есть фундамент всякого познания по его мнению. Только опыт может обладать достоверностью. Опыт указывает на причины явлений и помогает устанавливать законы, которые внутренне присущи природе. Да Винчи приходит к пониманию, что объективное познание без эксперимента и математики во многом проблематично. В этом он как раз и предвосхищает становление экспериментально-математического естествознания, которое будет позже развиваться в эпоху нового времени, на базе которого и появится как раз вся европейская рациональная наука. Каковы же были проблемы человека и общества в период эпохи Ренессанса, и каковы были особенности их решения. Итак, человек, особое место, которое занимает как раз в этот период. Вот человек рассматривается в эпоху Возрождения уже не только как высшее творение Бога, как это было, например, в эпоху Средневековья, но и как животное. Правда, животное разумное, предусмотрительное и очень проницательное животное. И в философии, и в искусстве Ренессанса как раз ярко проявилось восхищение человеком, способным сравниться с Богом в своей творческой деятельности. Такое восхищение распространилось не только на душу с тремя ее необыкновенными способностями. Первое – это разум, второе – это память и третье – воля. Но и распространяется на телесную организацию человека, достоинства телесного особенностей человека, которые предусматривались в чем? Первое – в царственной, прямой и строгой фигуре. Второе – в общем назначении тела, способного к освоению любого вида деятельности. И третье – в отсутствии излишних частей, да? Поэтому оказывалось, что человек устроен по образу Вселенной. Однако соединение души и тела, как правило, считалось загадочным. Как и в Средние века, оно объяснялось и в эпоху Возрождения чудесной властью Бога. Как утверждает Телезия, что человек – это природное существо, обладающее телом и бессмертной душой, вложенной как раз в нее Богом. Его поведение определяется стремлением к самосохранению, которое присуще всей природе. Его этика индивидуалистична. То есть, что это значит? Из чувства самосохранения вытекают все критерии добродетелей и изъянов. Человеческая солидарность – это не что иное, как защитная реакция человека перед лицом грядущих опасностей. Но человек способен к самосовершенствованию и нравственным поступкам. У него есть и элементы сенсуалистического гедаизма – это учение, признающее наслаждение целью жизни, высшим благом. Наоборот же, направленному против аскетической морали. Основой жизнедеятельности человека является также активный дух или пневма. Вот этот пневма или дух – это тонкая, теплая телесная подвижная материя, находящаяся в живом организме, которая и способствует движению в нем, определяет жизненные функции и умирает вместе с телом. Дух неразрывно связан с материей и рассредоточен во всем теле, распространяясь по нервной системе, центром которой является мозг. Разумная человеческая душа связана с духом природы, но кроме материального духа есть и нематериальная душа, которая бессмертна, ибо она божественного происхождения. В понимании души и трактовке ее бессмертия наметился целый ряд новых тенденций. Ну, первое – это возрождались раннехристианские представления о том, что бессмертие будет даровано далеко не всем. Так вот, например, Иразмур Тардацкий считал, что человек состоит из тела, духа и души. Она может стать помощницей либо телу, либо духу. Лишь в последнем случае духовная сущность человека обретет бессмертие. Второе – распространилось представление о бессмертии как о состоянии, которое наступит лишь после воссоединения души и воскресшего тела. Характерно и то, что ужасы ада, терзавшие воображение средневековых людей, отходили в общественном сознании уже на задний план. Загробная жизнь в ряде концепций представляла как райское продолжение земных наслаждений. Следующее – это появились концепции, авторы которых выражали сомнения вообще в бессмертии души. Так, в компонации, опираясь на идеи Аристотеля и полемизируясь, Фомой Аквинский подчеркивает, что функции души осуществляются с помощью телесных органов. А значит, не могут реализоваться уже потом, при их разрушении. Из этого фактически следовал вывод о бессмертии души. Что же эпоха Возрождения говорила нам о общественном устройстве, что характерно? Вот наиболее ярким представителем этого периода, который хорошо осветил, это был Никола Макеавелли. Объектом изучения для Никола Макеавелли стала политическая история, или причина возвышения и гибели государства. Мотивы поступков, влияние личности на ход событий. Он отделяет политику от теологии и религии, отбрасывая идею божественной предопределенности политического существования. История – это естественный ход событий. Судьба определяет только часть поступков, а людям предоставляется право и свобода выбора поведения. Политика – это не что иное, как воплощение свободной человеческой воли в рамках необходимости. Мотивы политической деятельности – это реальные интересы, корысть, стремление к обогащению. Политику он вообще выводит из психологии. Он отвергает зависимость государства от церкви, доказывая необходимость светского государства, основанного лишь на юридическом праве. То есть сила – это основа права. Поэтому политика должна освобождаться от морали. Макиавелли выдвигает идею нового государя. Могущество государства составляет высший закон политики. И для достижения этой цели пригодны всякие, в том числе и аморальные средства, подкупы, убийства и все такое. И государь, ставший на путь создания такого государства, должен сочетать качества льва и лисицы. Он должен учитывать реальную человеческую природу, которая неблагодарна, непостоянна, склонна к лицемерию и обману. Ее отпугивает опасность и влечет на жилу. Неизменность человеческой природы, по его мнению, обуславливает постоянство общепринутых законов. Позже политика такого рода подведут под форму. Цель – оправдывает средства. И в историю она войдет под названием «Макиявелизм» в честь Николая Макиявелия. Исключая Бога из общественной жизни и политики, Николая Макиявелия отождествляет его с фортуной, роком, судьбой и естественной необходимостью. Именно она властвует над человеком. Но это не значит, что свободная воля людей теряет свое значение. Здесь Макиявелия выдвигает весьма прогрессивную мысль. Судьба распоряжается половиной наших поступков. Но управлять другой половиной или около того, она предоставляет нам самим. Еще одним направлением этого периода будет социалистический утопизм. Вот яркими представителями это будет философия Томаса Мора и Камбанелла. Она была направлена не столько на решение текущих социально-политических проблем, сколько на разработку идеального общества. Поэтому их называют предшественниками социалистов-утопистов. Томас Мор в своей книге «Утопия» описывает жизнь на вымышленном острове. Там царят справедливость, мудрое управление, равные права в труде и распределение его продуктов, а также общественную собственность и средства производства. Он выступает против частной собственности, в которой и видит одну из важнейших причин социального неравенства и бедствия народа. Идеал общества – это высокоорганизованное производство, целесообразное руководство, гарантирующее справедливое и ровное распределение общественных богатств. Все люди должны иметь право и обязаны работать. На острове нет классов, а труд становится жизненной и моральной потребностью всех. Человек из числа преступников тоже может выполнять тяжкие и телесные работы. То есть человек – это вообще высшая ценность, и он должен жить счастлив, работать по способностям и получать по потребностям. А свои представления о новом обществе он не считал в фантазии, хотя и осознавал возможные трудности при их реализации. Он возлагал надежды на помощь образованному правительству. Так Томас Мор становится основателем у тактического социализма. Подобная идея развивается и итальянским натурфилософом Томмазо Кампанамо. В его книге «Город солнца» показывается реализованное идеальное общественное устройство. Он отстаивал единство церковной и светской власти. Отвергает протестантскую реформацию. Провозглашает идеи власти Папы над всеми христианством. Высказывает мысль о необходимости общественных преобразований с целью восстановления царства Божьего на земле. Призывал на основе христианской совести отказаться от частной собственности и эксплуатации. Основано оно на общественной собственности, на христианских нравственных принципах, на духовной власти мудрого жреца-правителя, которого он именует метафизиком или солнцем общественной жизни, или правильно организованной трудовой деятельностью. Город солнца Кампанеллы во многом напоминает идеальное государство Платона. Государственное устройство солнечного города – это идеализированная теократия, во главе которой ставят жрец и философ. Его помощники – это власть, мудрость и любовь, которые занимаются вопросом войны и мира, ремеслом, свободным искусством, науком, школьным образованием, контролем рождаемости, воспитанием, медициной, сельским хозяйством. Упразднение частной собственности искоренит различия между интересами личности и государства. Все граждане одинаково трудятся и одинаково получают потребности. Он разработал систему воспитания, учитывая природную расположенность человека, управляет и организовывает производство ученым, жрецы. В программу философов входило доминирование всемирного единения, союза государства и народов и прекращение войн. Долг гражданина – это защита отечества и общества. В эпоху Возрождения была выдвинута идея природного равенства людей. Не происхождение, то есть не принадлежность к высшим сословиям, а только личные заслуги являются основой жизненного успеха. Высшее проявление такого успеха – это не что иное, как достижение славы. Также в этот период высоко оценивалась и активность, и личная ответственность человека. Отказывалась от характерной для средневековья идея всеобщего предопределения. Мыслители Ренессанса нередко придавали большое значение фортуне, то есть удаче, которой активный человек способен воспользоваться. Все эти установки вели к представлениям об индивидуальности, неповторимости личности. В дальнейшем на основе этой идеи и был основен принцип индивидуализма, то есть признание автономии, независимости личности, интересы которой всегда выше интересов общественности. Вот человек, согласно все тому же Николаю Кузанскому, должен идти по пути эстетического самосовершенствования. Поведение людей он сравнивал с игрой в шар, в которой каждый поступок нечто вроде броска в середину, то есть системы как раз тех самых концентрических кругов, отождествляющих, отдаляют или приближают человека к трастенному идеалу, к личности Иисуса Христа. Размысляя насущностью человеческих добродетелей, Джорданом Груду полагает, что человек из раба жизни, стремящегося к самосохранению, должен превратиться в активного деятеля. Человек приобретает бессмертие не в религиозном смысле, а как часть мировой целостности, ибо жизнь не ограничена ее земными формами, а вечно продолжается в иных формах, в бесчисленных мирах. Стремление активного гражданина, деятеля к познанию истины и труду Джордана Бруно называет героическим энтузиазмом. Есть два вида энтузиазма. Первый – это неразумный порыв, а второй – это разумное стремление к истине, к учению о человеке. Односятся и концепции единой субстанции. Душа и тело не могут существовать друг без друга. Героический энтузиазм – это духовный порыв, в котором охватывается все – и телесное, и душевное. Итак, в эпоху Возрождения была продолжена разработка философских проблем, которые были поставлены еще в античность. В изменившихся социокультурных условиях им были даны иные существенно различающиеся интерпретации, что сопровождалось выдвижением новых идей и созданием оригинальной концепции. Но философия Возрождения – это все же самостоятельный этап в развитии западноевропейской философской мысли. Историческая заслуга ее в том, что она преодолела схоластику и содействовала возникновению рациональной философии и роста авторитета науки. Мистический пантеизм XV века, ограниченный антропоцентризмом и теизмом в XVI веке, ведет к созданию натурфилософского пантеизма с материалистической окраской. Диалектический метод опирается на опытные эмпирические знания. Возвысив человека до Бога, они обратили внимание на познавательные его возможности. Философия Возрождения – это фундамент философии нового времени. Так, вот мы рассмотрели с вами основные вопросы сегодняшнего урока. Обратите внимание на домашнее задание. Дома в системе дистанционного обучения вам необходимо выполнить тестовые задания по теме «Философия эпохи Возрождения». Если у вас будут какие-то вопросы, вы можете мне задать как в системе дистанционного обучения с помощью чата, либо написать письмо на мою электронную почту. На этом все. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго.